Канобу.ру представляет Внутренний источник заявил, что мега-компания решила сменить концепцию и технологии, на которых базировался сверхсекретный онлайн-проект «Титан». Таким образом, выход долгожданного и окутанного тайной проекта состоится не раньше, чем в 2016 году. Впрочем, официальный комментарий никаких дат в принципе не упоминал. Более того, руководство Blizzard было вынуждено сократить штат работников над «Титаном» с сотни до семидесяти человек. Новость, конечно, довольно печальная, но зная Blizzard, в итоге мы получим первоклассный продукт. Так что остается только ждать. 2016 год. Ведь это так не скоро. Ну и ладно, нет повода расстраиваться, потому что на горизонте виднеются другие качественные игры. Например, напряженный и жуткий боевик «Одни из нас». Пока до выхода одной из самых ожидаемых игр года «Одни из нас» остается всего 15 дней, разработчики начинают делиться планами на будущее. Например, стали известны детали Season Pass. За 20 долларов игроки получат автоматический доступ ко всем грядущим дополнениям, ускорители крафтинга, стрельбы и перезарядки, а также эксклюзивный 90-минутный фильм о создании. Кстати, о дополнениях. Всего американская студия Naughty Dog запланировала три DLC. Один будет сюжетным и раскроет новые подробности и приключения Джоэла и Элли, а два других будут посвящены исключительно сетевой игре. А это значит, новые карты, еще больше оружия и эксклюзивные персонажи для мультиплеера. О последнем, кстати, практически ничего не известно, но авторы обещают раскрыть детали на следующей неделе. Так что не пропустите новый выпуск «Канобовостей», а заодно и сам выход «Одни из нас». Я очень жду эту игру, но надеюсь, что она не будет супер страшной. Давайте уже перейдем к другим новостям. Эксцентричный англичанин Питер Мулинье в очередной раз удивил общественность. Экспериментальный проект для мобильных устройств Curiosity от известного выдумщика Питера Мулинье наконец-то закончился. На протяжении последних шести месяцев несколько миллионов человек крошили гигантский куб на кусочки, чтобы узнать, что внутри. В итоге куб наконец-то был стерт в пыль, а о его содержании узнал лишь один счастливчик. А внутри оказалось видео. В нем сам Мулинье поприветствовал финалиста и предложил ему сделку, меняющую жизнь навсегда. Стать цифровым богом в следующей игре англичанина Project Godus. Но это еще не все. Счастливчик будет получать определенный процент денег, который будут тратить потенциальные игроки в условно-бесплатном Godus. Победитель, как нам известно, на сделку согласился. Что ж, поздравляем! На этой неделе в Москве состоялась презентация боевика «Одни из нас». Естественно, мы не упустили возможность и побывали на этом закрытом мероприятии. Привет, Канобу! Мы на презентации игры «Одни из нас». Мы находимся в бункере, в котором нет света, представляете? Вот это презентация. Но на ней, помимо, собственно, антуража, покажут еще самый свежий билд игры и дадут пообщаться с разработчиками. А вот об этом вы узнаете буквально через пару секунд. О новинке прессе рассказал сам геймдизайнер Рикки Кэмбер, который в Москве оказался впервые. После показа нескольких эксклюзивных видеороликов на сцену вышел врач, который рассказал о том, что грибы, собственно, атакуют и надо мыть руки после еды. А потом началось странное. Всех начали распределять по группам, поползли слухи, что ближайшие два часа журналистам придется провести в неосвещенном сыром подвале, искать металлодетектором золотые часы, рыскать рукой среди десятка здоровенных тараканов, разгадывать шифры на дне огромного чана, вскрывать сейф и многое другое. Снимать это, к сожалению, было нельзя, поэтому поверьте мне на слово, все это было. И было очень здорово и интересно. Кто-то даже унес с собой полную версию игры. Но вот кадры, которые вы сейчас увидите, стали для меня последними. Я не знаю, что сейчас происходит. Вот меня уже зовут. Возможно, нас всех убьют. А если да, вы смотрели последние постановки в своем участии. А теперь узнаете на сайте. Пока. Спасибо человеку с микрофоном. Ну что, пришла пора переходить к менее объемным, но не менее интересным новостям. Красочный платформер Rayman Legends выйдет раньше, чем мы думали, уже 30 августа вместо сентября. Расширился и список платформ. Теперь, помимо всех домашних консолей нынешнего поколения, игра выйдет и на PlayStation Vita. Компания Wargaming анонсирует на выставке E3 свой новый консольный проект. Что это за игра и когда выйдет, неизвестно. Впрочем, известен разработчик Day One Studios. Вторая часть известного паркур-экшена Mirror's Edge была замечена в интернет-магазине Amazon. Причем сразу в немецком и итальянском. Официальный же анонс, согласно слухам, случится на выставке E3. На этой неделе на Канобу, конечно же, было опубликовано много интересных, приинтересных, я бы даже сказала, самых интересных новостей, которыми мы спешим с вами поделиться. Наш специальный корреспондент в Лондоне посетил закрытую презентацию нового ужастика The Evil Within. Читайте эксклюзивные впечатления и интервью с разработчиками на сайте. Стоит или не стоит играть в новую часть спагетти-вестерна Call of Juarez? Узнайте из нашей рецензии. Колумнист Мэтью Эдвардс вполне радушно отнесся к анонсу Xbox One. Почему? Узнаете в специальной авторской колонке. Мы пообщались с ключевыми людьми, ответственными за разработку тактического шутера The Bureau XCOM Declassified. Узнать, о чем мы говорили, можно будет из специального интервью. Очередной выпуск канобовостей заканчивается. Но вот лето только начинается, поэтому я ухожу на летние каникулы. Не волнуйтесь, потому что программа будет идти в обычном режиме. Я немножко отдохну и поиграю. Или даже, вы знаете, заиграюсь. А вот вы не заигрывайтесь. С вами была Женя. Сильно не скучайте. Пока.